Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Новый подход к способу записать пациента на приём. В городской поликлинике открылась модернизированная регистратура. С тем, как теперь работает новая система, ознакомился в том числе глава администрации Кумертау. Клиент 397, пройдите к окну 2. В пилотном проекте вежливая регистратура Кумертауская городская больница участвует в числе первых в республике. С тем, как теперь изменилась система записи к врачам, увидел глава администрации Борис Беляев. В рамках программы полностью преобразован холл взрослой поликлиники. Здесь сделан современный ремонт, расширена зона ожидания, установлены удобные кресла. Новая регистратура безбарьерная, нет маленьких окошек. Искать крайних в очереди не придётся. Талон к регистратору необходимо взять через информат. И уже потом на табло появится информация с номером талона и регистрационного стола. Оснащена система электронной очереди и голосовым оповещением. Главная задача была добавить комфорта для посетителей нашей городской поликлиники. Понятно, что там совсем проблема очередей самой поликлиники от этого не ушла. Главная проблема – это насытить кадрами. Но всё-таки мы хотели с помощью системы записи в регистратору, с помощью материально-технического оснащения, которое мы здесь применили, первое впечатление, первый вход в городскую поликлинику улучшить. Улучшить для населения, чтобы было чуть проще, чуть-чуть удобнее. Галина Булгакова в числе первых посетителей городской поликлиники столкнулась с новой системой записи к врачам. Женщина осталась довольна, ведь ей не пришлось стоять в очереди за талоном. Чисто, уютно, приветливо. Все встречают, спрашивают, если что-то непонятно, объясняют. Мне кажется, будет намного лучше, чем очереди, которые обычно собирались около регистратуры. Намного удобнее, чем в эти окна, в дырочку в эту смотришь, не зная, с кем разговариваешь. Здесь всё-таки с живым человеком разговариваешь. Поэтому очень удобно. Медицинские карты пациентов теперь хранятся в отдельном помещении. В скором времени их планируют полностью перевести в электронный вариант. Это намного упрощает работу, говорят регистраторы. Во-первых, это скорость. Естественно, обработка данных клиента здесь намного выше, потому что ты не отвлекаешься на то, чтобы искать карточку, чтобы всю эту информацию перерабатывать. Ты просто записал человека, и он уже пошёл дальше к врачу. И следующий клиент подходит. В фойе стало больше справочных материалов для посетителей. В скором времени ожидающие смогут воспользоваться и интернетом Wi-Fi. Своими впечатлениями от увиденного поделился и глава администрации Борис Беляев. Впечатления очень хорошие, положительные. Мы, хочу отметить, первые среди моногородов, которые реконструировали входные группы взрослой поликлиники. Отрадно отметить, что главный врач нашей больницы Олег Анатольевич Астахов понял ситуацию прямо, сориентировался вовремя. И вот такой подарок, можно сказать, сделал для наших горожан, чтобы они себя чувствовали комфортно, когда приходят в больницу, чтобы они могли обратиться к врачу. Это здорово, это удобно, это комфортно. И хочу сказать, чтобы не приходили люди в больницу лечиться, а приходили для профилактики. В этот день, только за первую половину дня, к врачам обратилось более 400 человек. И это кроме тех, кто записался по телефону, через терминалы или интернет. Кстати, данные виды услуг также сохраняются. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Кенга.ру. Это новый развлекательно-познавательный досуговый центр, который открылся в нашем городе. В нем малыши смогут заняться фитнесом, изучить иностранные языки и не только. Центр может принимать дни рождения и праздники для самых маленьких. На открытие центра побывала наша съемочная группа. Праздничное настроение уже вовсю хозяинчит в нашем городе. Мужчины бегают по магазинам, закупаются подарками для своих женщин. В преддверии Международного женского дня свой подарок всем кумертауским мамам и детям сделала компания ООО «Инвест». В здании Домбыта на четвертом этаже открылся развлекательно-познавательный досуговый центр «Кенгару». Это место, где воедино собраны все детские мечты. Открытие центра посетили первые лица города. Глава администрации городского округа Борис Беляев и исполнительный директор Ассоциации организации предпринимательства Республики Башкортостан Ирина Абрамова в торжественной обстановке разрезали ленточку, символизирующую яркое настроение. Центр меня поразил уровнем оборудования, подхода к дизайну. То есть настолько хороший проработанный проект, качественный, очень высокого уровня, который мог бы украсить любой миллионник. Просто великолепный центр, который будет радовать. Одна из главных на этом празднике – руководитель центра Ольга Тимошина. Говорит, основной упор центра сделан не просто на развлечения, а на развитие маленьких посетителей. Во-первых, мы сами мамы очень хорошо знаем, что детей нужно вовремя приучать к коллективу, их нужно учить дружить. Детей нужно развивать так, как этого требуют в современное время. Для этого мы создали центр, чтобы быть, как всегда, впереди и нас не догонят. Центр состоит из нескольких студий, аналогов которых в нашем городе нет. В каждой из них представлены развивающие мастер-классы. В одной из студий дети смогут научиться рисовать песком. Мне очень понравилось рисовать песком. Очень интересно. И еще мне понравилось в игровой играть на интерактивной доске. Тут очень интересно и познавающе. Интересное общение, новые впечатления, а также целый комплекс программ для развития в новом центре смогут получить малыши. Здесь также помогут ребенку развить мелкую моторику, логику, подготовить детей к школе. Ребяткам в любом возрасте интересна красочность, необычность, такой большой объем всяких разных новшеств, которых, наверное, дома не у всех есть. Видя счастливые лица детей, не сомневаешься, что они уже стали считать отвлекательно подростковый центр «Кенгару» своим вторым домом. Причем довольны остались не только малыши, но и их родители. Очень хорошее впечатление, что в нашем городе открылся такой современный развивающий центр для детей. Тем более сейчас это очень популярно и актуально в наше время. Так как многие родители уже сейчас начинают задумываться о перспективах, о будущем детей и, соответственно, формируют в них вот это вот отличное развитие, вкладывая и деньги, и свою мотивацию. Ну, то есть очень здорово, что наш город развивается. Праздник прошел на ура, и уже с сегодняшнего дня новый развлекательно-подростковый досуговый центр «Кенгару» ждет всех, кто стремится всесторонне и гармонично развивать своего ребенка. Константин Меркотшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В минувшую пятницу в городской администрации состоялось совещание по вопросам организации антикоррупционной работы в муниципальных учреждениях. Руководителям разъяснили изменения в законодательстве и напомнили об их обязанностях. За 2016 год за совершение коррупционных преступлений были осуждены свыше 13 тысяч человек. Выявлено более 300 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Таковы данные по стране. Правонарушения в этой области есть и в нашем городе. Об этом шла речь на совещании с работниками муниципальных организаций города. В качестве главных антикоррупционных мер было отмечено предупреждение таких деяний. Коррупционные действия могут быть очень разнообразными. Поэтому, чтобы обезопасить себя как руководителя, своих работников, свое учреждение, не допустить ошибки, нам нужно прежде всего вам понимать методически, как правильно выстроить эту работу. Начальник юридического отдела администрации Евгения Краснова рассказала о правовых нормах, которые должны соблюдать руководители муниципальных учреждений и предприятий. В ходе встречи руководителям еще раз напомнили о наказаниях за получение дачу на незаконных вознаграждений, за посредничество в даче в взятке, о возможных случаях конфликта интересов, когда личная заинтересованность работника вступает в противоречие с законными интересами общества. Говорили о необходимости соблюдения требований в части предоставления декларации. До 26 апреля сведения о доходах и расходах обязаны подать как муниципальные служащие, работающие в органах местного самоуправления, так и руководители муниципальных учреждений и предприятий. На сегодня актуально исполнение главной обязанности представления сведений о своих доходах и расходах, о доходах своей супруги-супруга и несовершеннолетних детей. Порядок, сроки и полнота представления этих сведений изложены в соответствующем подстановлении в муниципальном нормативном правовом акте, который расположен на сайте городского округа, город Кумертау. Там вы подчеркнете необходимые сведения об этом. Мне бы хотелось вас предупредить об ответственности. За непредоставление сведений, либо предоставление их в недостоверном виде, предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде увольнения. До конца месяца организациям рекомендовано подготовить информацию о работе по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе о кодексе этики и служебного поведения работников организации, положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и других мерах. Сейчас празднование Международного женского дня уже не в той степени, что раньше несет целью утвердить равенство полов. Он скорее считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщинам. Поэтому в преддверии знаменательной даты в Кумертау для всех женщин до коросвет состоялся праздничный концерт, на котором побывала и наша съемочная группа. В честь самого нежного, солнечного и весеннего праздника в Доме культуры «Рассвет» состоялся праздничный концерт. Вечер, посвященный празднику женщин, прошел при полном аншлаге и буквально на одном дыхании. В зале было по весеннему тепло и уютно от улыбок и добрых взглядов. А выступления кумертауских артистов от начинающих до известных за пределами нашего округа стали ярким подарком для всех представительниц прекрасного пола, присутствующих на концерте. В зале нет свободных мест и, конечно, та самая малость кумертауских представителей прекрасной половины человечества. Эти женщины – работники образовательной, воспитательной, социальной сферы, сотрудницы силовых структур и многие другие. В преддверии праздника пригласили всех женщин города, чтобы поздравить с их днем. Я поздравляю всех женщин с этим замечательным праздником. Бабушки, мамы, тети, сестренки. Не важно, кто это, важно, что это уже девушка и женщина. Желаю, чтобы вы всегда были здоровы, долгих лет жизни, процветания вам и всегда будете любимы. Я хочу поздравить вас с Международным женским днем, сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас терпите. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, чтобы вы всегда стали такими же красивыми, жизнерадостными. Я поздравляю всех бабушек, мам и сестер с этим замечательным праздником. Желаю здоровья и счастья, семейного благополучия. Не только мужчины поздравляли женщин с праздником, но и сами девушки говорили теплые слова своим мамам, бабушкам и сестрам. Милые мамы, мы поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем крепкого здоровья, всего самого наилучшего, счастья вам и вашим близким. Хочу поздравить всех женщин, потому что сегодня 8 марта. Желаю счастья, успехов, здоровья и радости в жизни. Поздравительные слова ведущих сменялись концертной программой. Она была не просто насыщенной, но и разнообразной. Танцы, стихотворения, игра с залом, вокально-инструментальные коллективы и многое другое. Мамы наши милые, мамочки, макури, у кого-то молоды, у кого уже бакури. А как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни. Мужчины в праздничный день желали любви и здоровья дамам. Обещали не огорчать, не печалить, всегда помогать и поддерживать. Одним словом, быть настоящими мужчинами. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи вам.